Да, гимнаст из тебя не получился, а вот футболист, говорит, умер. Я открыл этот барбершоп для того, чтобы приходить туда стричься и говорить, это мой бизнес. Это мечта каждого ребенка, мне кажется. Мы выпускаем, начинаем рекламировать, начинаем искать финансирование. И в этот момент обновляется Инстаграм. Я прихожу, говорю, сколько проданных абонементов? Мне говорят, ноль. И все приходят, говорят, а кто такой Нагорный Никит? Это бьет по вашему символику? Нет, заканчивай, все, ты гимнаст, ты профессиональный спортсмен, ты не блогер. Если хочешь заниматься этим, заканчивай спорт, иди туда. Безусловно, мы пытаемся сказать ребенку, что армия – это неплохо. Тренируйте его так, как хотите, чтобы он был чемпионом. Расскажите про свое детство. Кто ваши родители? Что вы помните? У меня, я считаю, было потрясающее детство. Воспитывался я во главе бабушки и дедушки. В семье в большой, с сестрами, с сестрой, с братом двоюродными, с тетей, с мамой. Вот у нас ни у двоюродных, ни у меня, но отца какого-то времени не было. Поэтому мама работала, а бабушка и дедушка воспитывали трех детей, трех внуков своих. У вас бабушка, по-моему, была какая-то суровая женщина, я считаю. Бабушка у меня герой просто. Да и дедушка герой. На самом деле это люди, которые смогли, так скажем, держать меня в своих руках, потому что я был очень энергичным, активным. Я всегда лез куда-то, постоянно хотел что-то найти, я не знаю, какие-то для себя занятия. И самое любимое, конечно, как сейчас вспоминает дедушка, это было, собственно, мое желание залезть куда-нибудь повыше. На крышу? Да. У нас частный дом маленький, и у нас сейчас плоская крыша. И все, я вот бегал по крыше, прыгал на соседние крыши. То есть были ситуации, когда я падал, когда мы приезжали на дачу, и дедушка говорит, пожалуйста, вот 10 минут, постой просто или посиди. Я сейчас схожу, делами займусь, потом приду и вместе пойдем на огород. Я говорю, ну ладно. Он уходит, а я все, я вижу, там были такие железные балки, на которых виноград плелся. И это вас манит так, что запротивляться не позволяет? Я не могу, то есть я сразу ищу, как туда залезть. А они, получается, ну они только для винограда, не как они для человека. И все, я туда полез, начал что-то пытаться сделать там. И он обрывается, я падаю, и прямо на плитку затылком. Ну мне больно, я испугался, конечно, и ребенок. Ну лет, наверное, 7. Подбегает, ну я начинаю кричать. Скорую, скорую. А я еще вот, я в бабушку. Бабушка у меня очень эмоциональная. И дедушка подбегает, она руки берет, говорит, все, успокойся, успокойся, все. Я говорю, скорую вызывай, я не успокоюсь, скорую. Ну в общем, такие моменты. И это не первый раз было, не последний. То есть на протяжении детства я часто падал с крыш, с деревьев. Ну то есть постоянно я куда-то лез наверх. Поэтому гимнастика, это было лучшее решение. Вас отдали в спорт, чтобы выпустить вашу энергию? Ну, скорее всего, да. То есть избавиться от проблемы переизбытка энергии. Но это было не по воле родителей. Ну то есть не предложение, что они искали где-то какой-то кружок, чтобы меня занять чем-то. А это было в садике. Тихий час. Нагорный не спит никогда. Он бегает с одеялом там со всех, стягивает и так далее. И тут приходит воспитатель, получается, который преподавал у нас иногда физкультуру. А она по совместительству, тренер, как раз таки в зале, в котором я воспитывался в будущем. И получилось, что она говорит, давай-ка на проверочку пойдем по гимнастике. И вот, собственно, всех взяли. Я, так скажем, прошел испытания, отборы. Признаться, не помню, какие они были. Но в итоге все, вот предложили. И потом, в последующие дни, когда был тихий час, меня забирали на занятия гимнастикой. Это было недалеко. Ну а, соответственно... Это мечта каждого ребенка, мне кажется. Чтобы в тихий час не спать, а чем-то заниматься. Это да. Это да. И вот, собственно, я, видимо, своим поведением таким... И шел к этой мечте. Ну и все. И, собственно, я уходил. Воспитатели, не знаю, аплодировали, благодарили судьбу, что нашли для меня гимнастику. Получается, вы с какого возраста? Лет с пяти? Ну, получается, да. В пять лет я ходил где-то три, там, может, четыре раза в неделю. А потом уже вот в шестой год я уже начал ходить каждый день. Каждый день? Да. Каждый день, по часу. Какой-то ребенку шести лет ходить каждый день в гимнастику? Вы помните? Я помню, но... Это как из разряда... Часто задаваемый вопрос. Ты сам, ну, выбрал гимнастику или тебе отдали в спорт? Когда ты находишься в этом возрасте, у тебя нету функции, там, выбирать что-то, потому что ты не знаешь. Ну, то есть для тебя это неизвестность, куда бы ты ни пошел. Поэтому то, что родители нам контролируют, чтобы мы там учились, ходили в школу, делали домашние задания или ходили на кружки и так далее, в основном прививает все это родитель. Поэтому для меня это было как обычной жизнью. Для меня это не было из разряда вау, я там пойду или нет, я не пойду. То есть это было надо идти... Как поесть. Да, да, как поесть. Как в садик, как в школу, так и в гимнастике. А когда стало понятно вам и окружающим, что у вас какие-то другие способности? Как это было, вы помните? Сейчас начинаю вспоминать, когда мне говорили фразы, да из этого дурака ничего никогда не выйдет. Да, серьезно? Да, это было частенько, но в связи с моим поведением активным. Конечно же, никогда не нравится взрослым людям, тем более в спорте, где должна быть дисциплина военная, где нам ее прививали. Собственно, у нас всегда начинается тренировка, равняясь смирно, здравствуйте, ребята, направо, шагом марш. То есть каждый день до сих пор на сбор, в сборы у нас и так далее, везде так проходит. И когда в этой атмосфере есть человек, который там шорты поправляет, ну таких много детей, ну то есть, конечно, тяжело. Встань, все, нельзя стоять, да-да. И вот эта вот история, ну как бы я не могу, у меня энергия прет, не могу стоять на месте. Тренер Мони Чапуренко Олега Ивановна, первый тренер, она всегда верила, что вот, она всегда говорила, только он. Это уникальный человек. Вот он будет настоящим гимнастом, чемпионом, человеком. Девушка до сих пор говорит, вот футболистом ты бы был хорошим. Он же футболист сам у меня. А дедушка жалеет, что он не футболист? Да, он очень жалеет. До сих пор мы приезжаем, когда домой, он говорит, да, гимнаст из тебя не получился, а вот футболист, говорит, умер. Так говорит? Да. То есть он до сих пор, он говорит, может быть, все равно, может, еще не получился. Не поздно. Ну, то есть для него была всегда мечта, чтобы я был футболист. А вы пытались? Да. И что, вам не понравилось? Понравилось. Я люблю футбол, играть в футбол. То есть если прямо сказать, что я фанат и смотрю, то нет, а вот играть я люблю. Я ходил, вот как раз у меня был период, когда у нас был конфликт с Ольгой Ивановной. И, ну, у меня было там 3-4 дня свободных. А мы в любом случае в свободное время всегда с дедушкой играли в футбол, там ходили на поле. То есть здесь он сразу нашел мне тренера. Сразу я пошел на тренировку. Ну, то есть я занимался какое-то время. Меня на просмотр приезжали с ЦСКА Московского, а я тренировался в СКА Ростове, который сейчас как раз таки восстанавливается клуб. И там мне предложили поехать на сборы в Геленджик на четвертый день. Мы вроде все, здорово, карьера, футболисты, дедушка счастлив. Ну и все, Ольга Ивановна узнала. Пришла и всем вставила. И дедушке, и мне. Ну и, а бабушка, я всегда ее поддерживал. То есть бабушка поддерживала это воспитание жесткое, дисциплину. То есть она тот человек, который бегала за мной с ремнем по дому. Серьезно? Да, но она замахивалась. То есть там по стулу дает почему-то. Меня никогда не било ремнем. Хотя, ну как бы просто так руку поднять могла. Ну, то есть потому что по-другому невозможно со мной было в тот момент. Я домой сейчас приезжаю. Мы снимали там какой-то... А, сериал снимали. Ростов на кону. Вот, собственно, с футбольным клубом. ФК Ростов. И приехали домой сюжет снимать. И я вот рассказываю про бабушку. И я говорю, слушай, я вот не помню. А ты, ну, как бы ремнем била меня, не била? Она говорит... Не ремнем, а просто, я спрашиваю. Она говорит, конечно. Еще как? Ну, то есть, во-первых, снимают камеры. Я думаю, ну, вообще можно? Можно это нельзя? Ну, я всегда надо быть человеком, который привил мне открытость. Вот если с супругой даже я разговариваю, говорю, слушай, а у меня вот есть комплексы какие-то? Он говорит, да нет, вроде вообще нет. То есть я всегда открытый человек. И где-то, может быть, это мне не... То есть она бабушку обиды не держит. Никогда в жизни нет. Я горжусь тем, что я попал в ее руки с дедушкой вместе. Это... У меня все, кто вот, ну, наши родственники, они все говорят, вот, если бы не они, говорит, ничего бы не получилось. Поэтому, ну, до сих пор... Но, как бы, я понимаю, что здесь еще есть Ольга Ивановна, которая тоже заменяла мне родителей, потому что у нас часто были сборы. Мы ездили часто на соревнования. И половину своей жизни до сборов, ну, то есть становления, период становления, там, до 15 лет. В 15 лет я уже был самостоятельным. В 15 лет я уже переехал один без родителей в общежитие в Москву. Ну, то есть... Суровые женщины у нас вырастили. Да, и она нас передала и так далее. То есть, по сути, вот три человека, которые, наверное, и были на пути моего становления. И вот как раз-таки закаление характера у меня. Есть что-то, что у вас спорт отнял, как вы думаете? Студенческие годы. Вы хотели учиться? Я и так учился, но... Я, наверное... Или вы хотели веселиться? Ну, нет, но веселее... Да, в принципе, я могу сказать так, что... Я всегда говорил, что в спорте... Я никогда не был человеком, который страдал из-за того, что он там меньше гуляет с друзьями. У меня также в детстве были и стройки. Вот походы на стройки мы и прыгали там, и бегали, и убегали там от охранников. Я не знаю, и играли в разные игры, ходили на озеро, там, в родники и так далее. То есть, у меня не было ограниченных никаких. То есть, я в этом плане все, что делали дети, делал я наоборот. Наоборот, то есть, спорт, он настолько дает тебе возможности, дает тебе разнообразие в жизни, дает тебе новых людей, новое общение. То, что необходимо ребенку. То есть, помимо того, что у меня были приятели в школе, приятели на улице, у меня еще было дополнительное развитие в спорте. То есть, это в любом случае, в момент становления, ты учишься быть самостоятельным и нести ответственность за свои поступки. И когда у тебя больше возможностей где-то это делать, тем лучше для тебя. Как вы думаете, в чем отличие обычного спорта, которым люди занимаются, от спорта высоких достижений, которым вы находитесь? В точке зрения ощущения, жизни, я не знаю, может быть, здоровья? Я думаю, что если смотреть со стороны непрофессионального спортсмена, я могу ответить так и так. Со стороны профессионального спортсмена ты попадаешь в некую систему, благодаря которой ты можешь добиваться высоких результатов. Для тебя самая главная задача – это не иметь физическую невероятную форму, а как раз-таки пытаться сохранить себя. То есть, вовремя ходить на процедуры, вовремя сбавлять нагрузку и так далее. То есть, здесь идет процесс выживания. И никто не любит, когда ты есть тренировочный план, и ты его не выполняешь. У тебя что-то болит и так далее. Если у тебя не получается, ты начинаешь еще больше требовать от себя. И тем самым это приводит к травмам, которые выбывают тебя из спорта либо навсегда, либо на какое-то время. А любительский спорт, вот он как раз-таки идет не только для развития тебя как человека, но и при этом для здоровья. В этом и плюс. И большая проблема в том, что у нас очень поздно начали этим заниматься в нашей стране. Любительским спортом. Кто начал поздно заниматься? Ну, вообще, в принципе, у нас государство, Министерство спорта и так далее занимается. Ну, допустим, возьмем спортивную гимнастику. А задать вопрос человеку. Вот ты знаешь, что ты можешь завтра пойти и позаниматься гимнастикой. Сколько я не задавался, говорят, ну, как я пойду? Это же с детства надо. У нас приводит ребенка. Мне больше всего это нравится. Приводит ребенка. Я хочу, чтобы он был чемпионом. Тренируйте его так, как хотите, чтобы он был чемпионом. Что вы говорите таким родителям? Ничего, я говорю, идите ищите то учреждение, где будут готовить чемпионов. Как же, у вас же называется клуб, гимнастический клуб Академия чемпионов. Тренируйте чемпионов. Ну, то есть у нас, к сожалению, нет понимания у людей, что существует любительский спорт. Не у всех, конечно, есть люди, есть исключения. Если ты пришел в гимнастику, уже давай, иди, выиграй золото на Олимпиаде. Да, вот сейчас, как раз-таки, наоборот, тенденция пошла другой. Сейчас пошло большое, вот, ну, сейчас и Министерство спорта занимается, большое пошло развитие любительского спорта. Создают крутые площадки на улицах. Именно вот у меня сегодня задавали вопрос, как вы думаете, воркаут может стать олимпийским или нет? Конечно, может. Где 13-летняя китайская девочка выиграет Олимпийские игры, когда мы в 18 лет можем только попасть на Олимпиаду. По это дело, что со стороны видов спорта, где нужно отдавать здоровье, жизнь свою, чтобы поехать на Олимпиаду, и где ты ездишь в свое удовольствие, катаешься, приезжаешь и становишься. Конечно, если брать привлечение внимания к Олимпийским играм, это правильно. Ну, то есть это стратегия, которая будет удерживать востребность Олимпийских игр. И воркаут также может попасть. Поэтому, если не будет любительского спорта, то рано или поздно профессиональный спорт никому не нужен будет. Гимнастика, действительно, вот, в отличие от футбола, футбол был многим понятен. Вышел во двор, поиграл, чемпионат посмотрел, все понятно. Гимнастика, действительно, очень сложная, сложная для понимания. Шахматы тоже когда-то были сложные для понимания. Ну, шахматы, за шахматами, мне кажется, скучно следить немножко. Ну, в любом случае, это же спорт. Я к тому, что пока интереса не будет у человека к тому, чтобы начать следить, он, конечно, для него будет сложный. Но для тех, кто начинает потихонечку следить, для них он становится все проще и проще и понятнее. То есть, по сути, система судейская. Ее не понять даже тем, кто занимается всю жизнь гимнастикой. У меня жена олимпийская, призер Олимпийских игр, чемпионка мира. Я спрашиваю, какая у тебя базовая сложность. Она говорит, я не знаю. Ну, то есть, для спортсмена, который сам готовит программу, не знать, что такое базовая сложность, это для меня, это прямо было удивление. Просто у этой истории, о том, что гимнастика плохо понятна широким массам, у нее же есть обратная сторона. Массовые и понятные, зрелищные виды спорта приносят таким людям, как вы, хорошие доходы. Что с гимнастикой? Мне кажется, что там не так все, как у футболистов. Ну, мы можем взять, мне кажется, все олимпийские виды спорта. Кроме таких игровых, которые привлекают внимание, как футбол и хоккей, но остальным очень тяжело. И благодаря тому, что он развивается в других странах каких-то, тоже привлекает же зрителей. Но я думаю, здесь идет вопрос о поддержке государства всех на равных условиях. Неважно, каким ты видом спорта занимаешься, ты будешь получать одинаковую сумму денег, что в футболе, что в гимнастике. Вопрос поддержки, наверное, спонсоров, компаний, которые приходят и финансируют клубы, или какой-то внутренней конкуренции, у кого круче футболисты, и кто больше выдерживает позицию лидеров в момент российской премьер-лиги. Поэтому здесь уже, так скажем, игра других людей, но при этом, так скажем, в шоколаде футболисты. Поэтому нет, я к этому нормально отношусь. Можно вопрос задам? Сколько вам гимнастика приносит в деньгах? Именно гимнастика. Вот просто, как есть. Ну, если учитывать все призовые и учитывать там, напряжение всей жизни, конечно, наибольшее количество денег мне принесла гимнастика. Допустим, за Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро мы с супругой купили трехкомнатную квартиру в Красногорске. Там плюс автомобили. За эти Олимпийские игры пока что ничего, но до них мы построили дом. Собственно, тоже денег, которые я заработал за всю жизнь со спорта. Вы знаете, почему ничего? Ну, потому что у меня уже есть какая-то финансовая грамотность, и я знаю, насколько появляется много потребностей, куда бы быстренько эти все деньги потратить. А в смысле вы не потратили их? Нет. Что имеете в виду? Я пока что имею какую-то выдержку, потому что, ну, с учетом там предыдущих. Но, опять же, я скажу так. Если ты выступаешь на соревнованиях, не завоевываешь медали, числишься в сборной, то тяжело жить. Ну, то есть у нас ребята там в ипотеку покупают однокомнатную квартиру, которую выплачивают там 4-3-4 года. Ну, как, по сути, все становление профессиональной карьеры. Поэтому, ну, гимнастика не приносит денег много. Но в плане, если ты выступаешь, если ты побеждаешь, есть призовые, премиальные, благодаря которым ты можешь нормально, комфортно жить. А рекламные контракты вокруг этого какие-нибудь существуют? Прямо, прямо, если взять рекламные контракты масштабные, что там существуют, но не всегда компании заинтересованы в том, чтобы сотрудничать со спортсменами. Ну, я имею в виду не со всеми. Не со всеми. Нужно быть звездой. Ну, нужно быть востребованным человеком не только в спорте, чтобы заинтересовать компании. Потому что в нашем виде спорта участвовать на соревнованиях получается не так часто, чтобы, допустим, так же бренд попадал на телевизионные площадки и так далее. Поэтому у нас есть генеральный спонсор федерации, с которой мы выступаем, ну, с логотипом на всех соревнованиях федеральных, ну, то есть не олимпийских, государственных. Но при этом есть там еще, насколько я помню, пять или шесть позиций, или четыре позиции, ну, то есть, куда можно так же, ну, получить какого-то спонсора и прикрепить. Что касается личных каких-то контрактов, сейчас у меня уже третий год пошел, как я являюсь амбассадором Адидас. Что касается каких-то других направлений, у нас были предложения, были заинтересованы компании, и компании, которые являлись генеральными спонсорами или партнерами, точно не помню, олимпийских игр. Но после того, как у нас забрали флаг, они отказались сотрудничать. Ну, поэтому сейчас гимнастикой уже начали интересоваться. И я думаю, что будущее у спортсменов тоже будет намного лучше, чем то настоящее, которое у нас. То есть это хорошо, что есть развитие. Вы открывали некоторое количество бизнесов. Да. Вот. Мне хочется понять, зачем вам это вдруг понадобилось? Это что, нехватка денег или это избыток энергии опять? Избыток энергии. Это вопрос про деньги не было. Ну, история, я вкратце расскажу. Началась с прочитанной книги Брайана Трейси «Нет оправданий», которую я прочитал в 2015 году. где говорится о том, что ты должен иметь какие-то источники дополнительного заработка, ты должен инвестировать в активы и так далее. Соответственно, я сделал выводы, что нужно открывать бизнес. Все. То есть это была информация, которая привела меня к тому, что я просто в интернете вбил самые востребованные там франшизы. Ну и там барбершопы все заваленные были. Барбершоп, да. Ладненько, пойдем открывать барбершоп. Открыл, не получилось, закрыл. Собственно, через год я понял, что мне неинтересен этот бизнес, эта сфера деятельности, я вообще не хочу этим заниматься. И что я открыл этот барбершоп для того, чтобы приходить туда, стричься и говорить, это мой бизнес. То есть это юношеский максимализм, который, ну, я просто, не знаю, сам себе хотел показать, что я тот человек, про которого пишут из книги. Все, задача выполнена. Я получил опыт, распродал имущество и пошел дальше. Потеряли? Да, потерял. Около полутора-двух миллионов рублей я потерял на вот, собственно, этом барбершопе. Дальше я себе сказал о том, что пока я занимаюсь спортом, я не буду никуда лезть. Но после этого попытки не закончились. Сидели за столом, общались с друзьями. Кто-то говорит, блин, прикольно было бы сделать площадку, на которой, ну, можно было бы выкладывать все, что ты хочешь, а тебе помогали бы выбирать твои фолловеры, там, ну, из этого всего. Допустим, ты не знаешь, какого цвета машину покрасить, ты выкладываешь там пять цветов, они выбирают. На тот момент в Инстаграме были только фотографии. То есть не было ни сториз, не было ни этих, как они называют, карусель, когда ты выкладываешь фотографии, много. Только фотографии. И, соответственно, мы нашли разработчика, полгода это делали, выпускаем, ну, вложились с партнером, с партнером, говорю, капитан команды нашей сборной, это Давид Белявский. Вот. Я ему предложил, потому что я не мог сам этим профинансировать. Ну, все, мы сложились там около шести ста, что ли, что ли. Сложили, нашли программиста, начали делать приложение, сделали, запустили, протестили, все получилось круто. Ну, я считаю, что приложение было достойное, и хорошо оно было сделано, и крутой дизайн был у него. Назвали мы его дилеммы. Мы выпускаем, начинаем рекламировать, начинаем искать финансирование какое-то дополнительное со стороны. И в этот момент обновляется Инстаграм, и у него появляется карусель. Ну, то есть, и он теперь может выкладывать тоже там пять фотографий. Я не возвышаю себя так, что вот они украли у нас идею и так далее. Индии витают в воздухе, но возможно, возможно, да, возможно, что они это разработали и выпустили просто в тот момент, когда мы это сделали, потому что по сути, ну, им же тоже надо развиваться, и этого не хватало прям Инстаграма. Все, мы даже не пытались его не продать, ничего, мы просто закрыли его, так же расстроились. Прямо сразу так сдались, да? Да, потому что у нас была подготовка к Олимпийским играм или там к чемпионату мира, я уже не помню, но и времени на то, чтобы искать там, кто бы его купил, и потому что рядом здесь Инстаграм, ребят. Какой вывод вы из этого сделали, из этих двух событий? Ну, я никогда не делал выводов, что там, ну, каких-то ограничивающих себя в дальнейшем идти в этом направлении, я больше, наверное, пытался найти новое, ну, то есть, допустим, я понял, как делается приложение, я понял, как оно создается, какая работа у человека, который программирует его, как работает с дизайном, как, ну, то есть, так скажем, операционку создания и воплощения этих бизнесов, я понял, как работает. Наверное, с точки зрения барбершопа, я больше, наверное, понял, как, что нужна команда, как тяжело юридически, что, ну, помимо того, что ты это создаешь, нужно еще, оказывается, и работать, чтобы это существовало, ну, то есть, для меня так даже не было этого понятия, я не знал, что такое маркетинг, не знал, что, ну, есть много юридических моментов и так далее, ну, то есть, для меня это было что-то новое, я благодарен тому, что я получил этот опыт, некоторые тратят намного больше денег для того, чтобы получить его, я обошелся такой суммой. Все, дальше, как-то, ну, параллельно, я начал заниматься оборудованием, стоялками, грибками, это снаряды для занятий спортом дома, специфическими занятиями, то есть, это не какие-то тренажеры, резина там, или шведская стенка, это вот как раз для гимнастов, акробатов, гимнастические, да, вот, и все получилось, мы взяли, сделали меня на всех этих снарядах, написали Никите Нагорный, пошли заказы, все, работаем по этому направлению, но до сих пор не развиваем его, конечно, потому что оно стало каким-то, наверное, мелким. Мелкий бизнес, да? Ну да. Говоря ручка за прошлый год или за этот, я не знаю. Честно, не помню. Не помните. Ну, что-то в районе двух миллионов рублей, наверное, в год. Маленький, действительно. Ну да, то есть, грубо говоря, для меня на тот момент, когда у меня появился этот заработок, для меня он был прямо очень хорошим. Ну, то есть, для меня это был своего рода круг, когда не было там высоких у меня достижений из-за травм. То есть, дополнительно, я помню, когда я там первый раз сто тысяч рублей я заработал со стоялок. Ну, просто представить, мне было 20 лет или 19, я не помню. Суть в том, что, ну, я никогда не получал деньги, кроме спорта. А здесь я получаю сто тысяч рублей. Продали что-то. Полезное людям и получили на все эти деньги. Продали стоялки, продали грибки с партнерами вместе. Вот, из выручки я получил сто тысяч рублей. И после этого все, как-то потихонечку я начал искать зал. Я понял, что эта ниша вообще свободна. Ну, то есть, она... Детская гимнастика. Да. Именно не кружок гимнастический, который... Скажу так. Гимнастика, вообще, это самый базовый спорт и самый нужный для ребенка. это как садик перед школой, как дополнительное, то есть, какое-то образование, которое дает ребенку, помимо его физических какой-то, ну, пользы и здоровья, его укрепления тела, оно очень помогает именно с раннего возраста ребенку понимать важный момент жизни, как дисциплина, как послушание, уважение к тренеру, где хорошо, где плохо, что ты можешь захотеть побежать, и ты можешь упасть, и ты уже будешь знать, что... Никита, вы уже этого не помните, а я вот вам сейчас расскажу. Вот у меня есть ребенок двух с половиной лет, никакого послушания тренера на гимнастике там нету. Это вопрос к тренеру. Это бессмысленно. Это вопрос к тренеру. Он бегает, где ему хочется. Это вопрос к тренеру. Плюс это еще момент, это момент восприятия ребенка, это не будет одной тренировкой. Это должно пройти хотя бы два-три месяца. Мы сразу говорим родителям, что два-три месяца он будет вот в эту сферу, он будет заходить, он будет наблюдать, отвергать, заниматься, ну, то есть у него будет переключение. Но потом он уже начнет инстинкт, что уже у него зайдет это в систему, и он поймет, что вот так, здесь надо строиться, здесь надо слушаться. У нас я провожу, ну, я обучаю своих тренеров, нахожу специалистов, которые преподают детскую психологию, связанную именно с физической активностью и так далее. Есть у нас замечательный человек, который защищал там диссертацию по этому направлению. Он, собственно, приходил, я сам присутствовал на этой лекции какое-то время. Я был в шоке просто. Ну, то есть, насколько много мы не знаем, насколько мы не погружены в это, насколько мы ограничиваем своих детей в раннем развитии. Когда он рассказывает, что ты берешь ребенка и ведешь его по полосе препятствий, в моменты, когда ты ему даешь возможность самому это делать, и в моменты, когда ты его контролируешь, и где есть, где пролезть, надо, где надо перейти, и он наступается, падает, где-то он ползет, падает. То есть, ты его не ловишь, когда он падает, ты делаешь все везде, чтобы он сам упал, и он понял, что вот здесь надо идти больше по центру. Чем раньше мы сможем ему дать возможность понять самому, где хорошо, где плохо, тем легче он будет в будущем. И легче будет родителям в том числе. Вы занимаетесь этим бизнесом? Или вы больше занимаетесь каким-то контентом этих клубов и управлением занимаетесь? Нет, я полностью занимаюсь. Вы полностью погружены в операционную деятельность, финансы, в маркетинг? Да, я не за все это время, три года у меня клубу, за все это время ни разу никто не поддерживал меня финансово. Ни разу никто не приходил, не подсказывал ничего. То есть я полностью сам все веду. Я поменял уже три команды. Самое сложное найти тренера, потому что это самая неблагодарная работа. Когда у нас привыкли все к тому, что ты там вкладываешься в ребенка, отдаешь ему пол своей жизни, а он просто в момент становления говорит, ребят, у меня плохой тренер, дайте мне нового. Или, слушайте, вообще не хочу гимнастикой заниматься, или там любым видом спорта. Хочу пойти гулять больше, там с девочками или еще что-нибудь. Поэтому в моем случае мне нужно было найти того тренера, который придет искренне любя это дело. То есть человек, который будет отдаваться этому на сто процентов. Человек, который будет хотеть идти быстрее пораньше в зал, поздороваться с детьми, с родителями, начать тренировку. А таких сейчас найти практически невозможно. потому что сейчас все, особенно в коммерческие клубы, у меня коммерческий клуб, идут для заработка. Потому что они молодые. Как вы отбираете? Как вы смотрите? На что вы смотрите? Мне очень повезло, что я гимнаст там. Поэтому я вижу специалиста со стороны сразу, когда он знает технику обучения. Это, наверное, первое, потому что важно для моего клуба, потому что мы предлагаем не только становление ребенка до какого-то возраста, а мы предлагаем ему возможность остаться в нашем клубе по желанию родителя либо ребенка дальше заниматься профессионально, получать разряды, выступать на соревнованиях и так далее. То есть в моих целях, в моих планах это сейчас те дети тот костяк, который мы отбираем, дальше, чтобы они могли перейти в полноценный, большой, современный оборудованный зал, где они смогут уже выступать и в дальнейшем становиться людьми, которые будут защищать честь нашей страны. Вы этого собираетесь только построить, да? Ну да, конечно, в ближайшее время я сейчас ищу уже помещение для того, чтобы это реализовать. Но это очень сложно и нужно большие деньги, скорее всего, сам вот уже вот это реализовать я не смогу. Чтобы хороший зал полноценный сделать, в котором можно было спокойно, всем комфортно работать, это вот 150 миллионов, учитывая, что это будет арендованное помещение, либо земля, либо что это только ремонт. Сколько клубов всего у вас сейчас? У меня один клуб, один клуб полноценный, и сейчас я филиалы пытаюсь открывать в школах соседних, чтобы хотя бы начальный уровень вот этой вот, до, там, шести, до пяти лет, чтобы туда отвезти, и оттуда уже к себе. Но это тяжело, потому что это все равно временно все. А вы про франшизу не думали? Думал, но не могу, не могу себе позволить, потому что там фигурирует мое имя, и я не могу доверить людям, бизнесменам, разбирающихся в гимнастике. То есть, либо это какая-то, либо это нужно будет контролировать, либо ставить своих людей, но полностью вот так отдавать. Вам страшно отпустить контроль? Не страшно, а я не хочу, чтобы это превращалось в, только в заработок денег. То есть, у меня все равно есть какая-то идеология того, что я, допустим, у нас дети, которые начинают заниматься более профессионально, которые идут уже на разряды, мы их держим по себе стоимости. То есть, мы опускаем настолько, тренировка там 300-400 рублей она стоит, в отличие от тех, кто платит 1200-1300, либо 1700 вообще разовая тренировка она стоит. То есть, учитывая это, я хочу все равно вообще в идеале это дать возможность детям-профессионалам тренироваться бесплатно, а то и платить им деньги. Как это сделать, мне очень понятно. Это сделать не так уж и сложно, когда у тебя есть спорноценный зал. Хотите мне это, чтобы у меня конкуренты появились? Да нет, Знаете, Никита, я открою вам секрет, идеи ничего не стоят. Я согласен. Стой всегда исполнение. Да, реализовать это все очень сложно, но если есть у тебя знания и возможности людей, кто может тебе помочь, что касается зала, если вот у нас есть, допустим, возможность, когда уже сейчас коммерческие организации входят в Москомспорт, где Москомспорт выделяет там бюджетность 100 мест и за это выделяет финансирование, которое перекрывает, допустим, аренду. Соответственно, те деньги, которые ты зарабатываешь внутри клуба, ты уже можешь формировать так, как у тебя, ну, по своим потребностям. Хочешь помогать детям? Помогай детям. Хочешь ездить на Бентли? Езди на Бентли. Нужно просто иметь партнера, либо компанию, которая может... Кто-то на это просто должен заплатить? Да, кто-то должен заплатить? Но зная себя, обычно, если я сильно хочу к чему-то, то я прихожу, поэтому нужно просто подождать. А вы не думали о том, чтобы просто привлечь какого-нибудь партнера не финансового, который бы там долю взял или деньги давал, а который бы помог вам чисто по бизнесу? Человеку, который умеет делать бизнес? Помог чем? Открывать подобную школу? Выстроить бизнес-модель? Масштабировать? Я считаю, что у меня все хорошо в этом плане. Перед тем, как масштабироваться, нужно иметь полноценный зал, потому что если открывать подобные, детям нужно будет идти куда-то дальше. Я не хочу делать залы, их и так достаточно в Москве, в России даже есть, где зал дает возможность заниматься только до определенного возраста, а дальше дети уходят и так далее. То есть, если это делается по собственному желанию или по желанию родителей, это нормально, но если это делается из-за того, что в этом зале ты не можешь больше давать им возможности продолжать заниматься, это плохо. Поэтому сначала нужно сделать полноценный большой зал, а потом можно уже думать о франшизе или там... То есть, вы сначала хотите вертикально выставить? чтобы это шло от раннего возраста. Нужно понимать, куда расти. То есть, если это дело сейчас для заработка денег, то это просто потом превратится... Ну, ничего хорошего от этого точно не будет. Тем более, это будет... Хотя я это рассчитывал и понимал, что рано или поздно я приду к желанию воссоздать франшизу, но... Именно поэтому тогда я ее убрал. Он мне раньше назывался так. Академия чемпионов имени Никиты Нагорного. Все, вот название. Почему имени? Вы же живы еще. Просто Никита Нагорного. Не знаю, не знаю почему. Вот когда делали брендбук, ребята сказали, что нужно делать так. И потом я когда открылся, когда я понял, что на имя никто не идет. Потому что меня знают в сфере спорта, в сфере гимнастики те люди, которые уже занимаются гимнастикой. Если занимаются, они где-то в какой-то школе с каким-то тренером. И когда мы делали день открытых дверей, пришло такое количество спортсменов, что у нас не поместились они в зале, даже если мы в 3-4 раза бы заводили. Мы с ними потренировались, пофотографировались. Они ушли. Я прихожу, говорю, сколько проданных абонементов? Мне говорят, ноль. Я говорю, как так? Потому что все эти люди уже являются гимнастами. Это не наши клиенты. Наши клиенты это те дети, те родители, которые вот только у них появился ребенок и они хотят отдать его на какой-то кружок, не знают на какой. Вот. И они далеко не знают, что такое спортивная гимнастика. И когда мы работали по рекламе по нашему району и собирали людей, они приходили и первое, что они задавали, потому что мы везде убрали Никиты Нагорный и в итоге называется гимнастический клуб Академия чемпионов. То есть моей фамилии нет. Но на сайте, то есть в школе, у нас в клубе, у нас мои там где-то фотографии, написано, что там директор Никита, Нагорный Никита Владимирович. И все приходят и говорят, а кто такой Нагорный Никита? Это бьет по вашему самолю? Нет. Ни капельки. Наоборот. Наоборот, это хорошо, что люди пришли ко мне в зал и узнали о спортивной гимнастике, узнали обо мне, о том, что есть у нас команда, которая сейчас выигрывает, которая в топе и так далее. То есть наоборот, это привлекает дополнительных зрителей, болельщиков, ну и в том числе людей, которые становятся частью меня. То есть они становятся клиентами, которые занимаются в моем клубе. И все-таки про бренд личный. Вы, хоть вы и говорите, что это не бьет по вашему самолюбину, вы начали вкладывать довольно много в личный бренд. Вы развиваете соцсети, развиваете канал в ютюбе. Зачем, для чего, куда идете? У меня не было этой задачи. То есть изначально у меня была... Опять было слишком много энергии, что ли? В том числе. Но на тот момент я уже понимал, что мне ее надо куда-то девать. И я смотрел ютюб, я смотрел влоговые форматы, лайф и так далее. Я понимал, что в принципе я могу это сделать. Взять камеру и пойти то же самое снимать. Все. Сначала это не получилось. Два-три выпуска были, ну, это был якобы развлекательный формат, где я там шел с камерой в метро и почему-то хотел перелезть через пройти не оплатив, заснять реакцию и так далее. И я, когда получал готовый материал, для меня это было как из разряда ты что делаешь? Ты же так не живешь, зачем ты занимаешься этой ерундой? И потом я понял, что я хочу делать так, чтобы гимнастику узнавали больше людей. Потому что когда у нас были соревнования Кубок Михаила Воронина, проводился он в спорткомплексе Олимпийский и проводился он совершенно бесплатно. это открытые соревнования для всех. И обидно, когда ты приходишь в спорткомплекс Олимпийский выступать на международном уровне, в котором присутствуют и китайцы, и японцы, и американцы. И ты понимаешь, что зрителей нет. Сидят там твои близкие друзья и те люди, которые не попали в финалы. Все, пустые трибуны. Да, это неприятно. И в тот момент у меня мысли, как мне, что я могу сделать для того, чтобы хоть как-то популяризировать наш вид спорта, чтобы у нас больше было человек. И тогда я вспомнил, что я же пробовал себя в Ютубе, а почему бы не попробовать показывать спортивную составляющую. Как мы живем изнутри, что мы делаем, как готовимся, как ездим выступать. И как раз накануне мы готовили шпион Европы, который проходил в Берне. В шестнадцатом году это было накануне Олимпийских игр в Рио. Я взял камеру, поехал, снял сюжет, приезжаю, выложил. У меня двадцать, там, с чем-то тысяч просмотров за неделю. Мы чемпионы. Швейцарцев, хоккеисты выиграли, а мы в Швейцарии всех выиграли. Первый видеоролик. Классно. Ну, то есть я был просто в шоке. В последующие выпуски я после Олимпиады начал каждый раз говорить, что ребята, Кубок Воронина, Кубок Воронина, Кубок Воронина. В итоге на соревнования приходят наши подписчики. Для меня вообще было тогда удивление. Как спортсменам никто не фоткался. Блог, блог, дай с видеоблогером сфоткаешь, дай с видеоблогером. Это было тысяч 40 подписчиков. Выпуски там набирали по 100-150 тысяч просмотров после Олимпиады. Там выпуск с президентом набрал около 500 тысяч просмотров. Друзья, я нашел свою машину. Вот она, она. Владимир Владимирович Путин. Коллаборации с блогерами и так далее. И за счет этого я во все видеоканалы, видеоблоги, которые попадал на ютубе, я везде занимаюсь гимнастикой. Приходите, а давайте я вас потренирую, а давайте то. То есть везде, везде я тянул всех в гимнастику. И когда я прихожу, вижу, что там, ну, половину хотя бы трибун уже немножко... Понятное дело, что люди пришли, фоткались и ушли. Что им, моя задача... Да, моя задача была привести их. Я понял, что это работает. И я начал после этого снимать, рассказывать, говорить. И когда был момент, 17-й год, когда мне сказали, что, ну, нельзя это делать. Заканчивай, все, ты гимнаст, ты профессиональный спортсмен, ты не блогер. Если хочешь заниматься этим, заканчивай спорт, иди туда. Потому что здесь находятся самые лучшие спортсмены, и они должны полностью посвятить свою жизнь спорту, потому что за это оплачивается государство. и государство платит для того, чтобы мы выкладывались по максимуму и отстаивали честь нашей страны. Вы же совершенно справедливо говорите, что это популяризирует спорту. Но я же, я же... И так же победы популяризируют. И больше популяризируют, чем в видеоблогах. Я противоречий не вижу, если честно. Я сделал выбор продолжать заниматься тем и тем. Я не прекращал. Просто я сделал это публично, заявил о том, что я заканчиваю свою блогерскую деятельность, закрываю канал и так далее. Выложил логотип перечеркнутый. И я получил такое количество поддержки, я не ожидал вообще этого. И там были слова из разряда «не делай этого», потому что ребенку мы можем доверить только один взрослый канал, зная, что он оттуда ничего плохого не возьмет. Это твой. Я сделал паузу в три месяца, я потерял может больше 50% аудитории. В итоге я возобновил, но снимал уже вне тренировочный период. То есть на межсборе или там выходные и так далее. Меньше зала, то есть больше уже уходил в тот контент, который привлечет не спортсменов, которые уже здесь, а какие-то обзоры автомобилей, какие-то коллаборации с другими блогами. То есть я перетягивал аудиторию к себе. День отъезда на Олимпийские игры. Приносит деньги сейчас? У меня была проблема в том, что я период становления, период самый ажиотажа к моему ютуб-каналу, я отказывался от рекламы. Для меня тогда... Жалеете? Да. Жалею, потому что стоит один раз отказаться, тебе больше предлагать не будет. И что касается моего решения тогда, это вот это вот амбиции, это ребенок, который да, ребята, реклама это плохо, блогеры продажные, я не буду таким. Но я не понимал, что блогеру, чтобы содержать команду и делать контент, нужно большое количество денег. Сколько стоит реклама у вас? Точно не помню. Ну, что-то в районе, может быть, рекламная интеграция в районе трехста, может быть, тысяч рублей, эксклюзива, может, там под миллион, ну, что-то в этом районе. Ну, то есть, такие расценки, и сейчас, учитывая, что я немножечко переформировал концепцию и более, то есть, ухожу в какие-то блоги, не блоги, а шоу, более какие-то рубрики и так далее, то есть, это уже тот формат, который, в принципе, продается, то есть, который востребован среди там, компаний. И сейчас, как бы, люди уже начинают потихонечку интересоваться. У вас очень много всяких разных деятельностей, а что все это, как вы видите свое будущее, к чему вы идете? Ну, наверное, вы когда-то закончите карьеру в спорте. Да, да, но из основных, ну, сейчас, во-первых, я являюсь начальником главного штаба юнармии, то есть, общественного движения. общественная организация. Предложение главного штаба. От него можно было отказаться? Да. А в смысле как? Я не знаю. Конечно, можно. История была в том, что я, в принципе, вся моя деятельность связана с детьми. Там, приезжаю на какие-то мастер-классы, общаюсь с детьми, где зовут, везде. И, собственно, было предложение. Я про организацию слышал, конечно же, про движение юнармии. но здесь, когда было предложение выставить свою кандидатуру и на избрание начальника главного штаба, я думал долго. Я смотрел, насколько я смогу быть полезен, насколько я могу быть нужным в движении. Я не собирался туда идти из разряда там классно. Почему бы нет? Я знаю, что не особо хорошая репутация в интернете, хотя в жизни люди, взрослые, все хорошо относятся к этому движению. Но есть просто те, кто любит цепляться за какие-то инфоповоды, из этого раздувать и на этом, как сейчас говорят, хайпиться. Это пропагандистское движение. В каком плане? Ну я не знаю, мне кажется, что это нормально начинать детям промывать мозги и рассказывать что-то про идеологию государственную. Любую, неважно. А где там рассказывать про идеологию? Такого нет? Единственное, что к чему там призывают детей, это к патриотизму, к любви к родине и все. Чтобы они с раннего возраста, как сейчас популярно стало из-за того, что какие-то блогеры или артисты говорят о том, что как они называют нашу страну рашкой и что здесь ничего нет, никакой перспективы, надо отсюда валить и так далее. Люди, которые так говорят и самое интересное уезжают и приезжают обратно и говорят, что мы ошибались, вот просто пытаются заранее сказать людям, детям, чтобы они ценили тех людей и то место, где они родились и выросли. И если им что-то не нравится в этом... Как часто в этой организации любовь к родине путается с любовью действующей власти? Никак вообще. Нет такого, вы что, вы говорите к тому, что там говорят конкретно какого-то человека нужно любить и уважать или конкретно какого-то... Ну, я подозреваю, что да. Нет, конечно. Это абсурд, это полное... Это вообще не так. Я знаю, что в движении такого нет 100%. Никто не призывает и не заставляет тебя любить какого-то человека за что-то или не любить его. Это вообще не про это движение. Это очень плохо, что вот есть люди, которые так думают. Это как раз таки движение про то, чтобы дать ребенку то, что он хочет, те сферы, в которых он хочет себя попробовать и развиваться. И направления есть разные. Направления есть для всех людей, у которых есть разные потребности. Начиная с людей, которые любят учиться и полностью привязывают свою жизнь с разработками какими-то, есть направление ЮНТЕХ. У нас сейчас был форум, проводился армия 2021 международный, где у нас также была ЮНОРМЕЙСКАЯ карусель, где было представлено больше 10 экспозиций, где дети показывали о том, чему они научились за этот год. И что ведется в рамках этого движения во всей стране, где дети с помощью как раз таки финансирования Министерства обороны, если про это идет речь, могут, имеют возможность разрабатывать то, что им нравится. ЮНТЕХ ребята разработали танковый биатлон на пульте управления. То есть это VR-очки, пульт, они ездят на танки, стреляют в мишени, проходят испытания и так далее. И это дается возможность концепции, которая в будущем будет разрабатываться, предоставляться детям движению ЮНОРМЕЙ бесплатно. Почему это нужно делать обязательно в армии, в Министерстве обороны? Я говорю, что при поддержке Министерства обороны. Скажите мне, пожалуйста, движение, которое будет обеспечиваться финансированием от кого? Это не то, что это не говорится, что именно в армии это делается. Это просто спасибо Министерству обороны, что оно поддерживает движение ЮНОРМЕЙ, что есть возможность с детям... Вы же военнослужащий тоже, да? Да. Действующий? Нет. Далее, также развивается спорт. У нас много ЮНОРМЕЙцев, которые выступают профессионально, тренируются, которые получают разряды и так далее. То есть масса направлений. юные корреспонденты, журналистика профессионально обучают детей. Сейчас прошел ЮНОРМЕЙское лето. ЮНОРМЕЙское лето проходит каждый год, где ребята приезжают сезонно, проводят там лагерь, обучаются. Сейчас проводилась ЮНОРМЕЙская смена с участием юных корреспондентов. Отобрали 100 лучших юных корреспондентов со всей страны, повезли, дали им наставников. На протяжении трех недель они изучали журналистику, они придумывали сценарии, снимали фильмы и в конце мы приезжали, у них было представление целое и они показывали свои фильмы. Кто преподавал им журналистику? Ну, их наставники. Ребята, которые... Офицеры? Нет. Российская армия? Нет. Хорошо, давайте так. Безусловно, мы пытаемся сказать ребенку, что армия это неплохо, что срочная служба это хорошо. Послушайте, я ничего против армии не имею. У меня отец 33 года отслужил и умер в запасе, в глубоком. У меня вопрос другой, вопрос идеологический к этому движению. я понял вас. Я вас понял. Я поэтому и говорю, что из того, что вы изначально говорите, там есть воспитание патриотической молодежи и информация о том, что армия это... Ну, служить срочно служба это хорошо. Все. Там нет, там не заставляют тебя любить или не любить власть. Человек выбирает это сам, разве нет? И в том числе ребенок. Что за глупости, что в этом движении навязывают? Нет такого? Ну, как бы понятное дело, что у нас время другое. У нас ходят также дети с длинными волосами, если на то пошло. С крашенными волосами. То есть люди, дети ходят в одежде, в дизайнерской, расписанной, разноцветной и так далее. То есть у нас нету никаких рамок в этом плане. Ребенок живет так, как он хочет это делать. Мы только помогаем ему развиваться, даем ему возможность опробовать себя в разных направлениях, в разных сферах. Вот и все. Ты же, если ребенок не хочет готовиться на военно-спортивные игры, там, бегать, проходить препятствия с ружьем и так далее, он не будет этого делать. Он пойдет, станет там журналистом или просто будет учиться и все. Нужно просто, единственное, что нужно делать, это напоминать детям о том, что были плохие времена, где сражались наши предки и отстаивали жизнь. Я понимаю, что многие сейчас говорят, что все, ребята, это время прошло. Но сколько людей ушло из-за этого, чтобы мы жили сегодня? И это нужно постоянно напоминать. И нужно говорить об этом детям, чтобы они оценили это с самого раннего детства. я вообще не вижу в этом ничего из того, что там многие описывают в интернете и говорят. Просто нужно больше, наверное, показывать именно этих, больше, что изнутри находится. Ладно, бог с ней с юной армией. Про будущее-то расскажите, куда идете? Будущее, куда я иду. Я хочу развивать спорт. Хочу дальше продолжать работать с молодежью. Спорт хочется, ну, я не говорю только про гимнастику, я говорю про любительский спорт. Говорю про весь спорт, который есть у нас. Ну, то есть, я понимаю, что он сейчас и так на хорошем уровне у нас. Но есть какие-то, наверное, идеи, которые я бы хотел реализовать сначала в своем виде спорта. Но если это получится, то потом и на что будет спасаться, на сколько сил хватит, как говорится. Поэтому я хочу свой полноценный клуб. Сил вам хватит уже надолго и на много. Каждые выходные я еще выступаю за клуб в Германию. Бундеслига, по сути, да, это звучит, футбол, это же, как может быть, гимнастика в Бундеслиге. Вот может. Да. Там она развита настолько, что мы приходим и у нас полностью все трибуны забиты. У нас там сидят люди с барабанами, с напитками, с попкорном и сидят, кричат, там, дудки, барабаны, все, и мы в этот момент выступаем. Вот настолько развита гимнастика там. Хочется, чтобы у нас было так же. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас в скором времени это тоже появилось. Ну что же, успехов вам. Спасибо большое. В благом деле. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok